добрый вечер друзья телеканал евроспорт приветствует всех на чемпионате мира по тяжелой атлетике сегодня как обычно с вами комментаторы иван захаревич и алексей безбородов здравствуйте и мы будем наблюдать за борьбой мужчин весовой категории до 77 килограммов в отсутствие олимпийского чемпиона чемпиона азии люся у джуня сегодня скажем так целая группа спортсменов будет претендовать на золото но однозначно то что нового чемпиона мира мы увидим сегодня пока что не совсем ясно почему пропускает до пытались найти информацию но как-то нет ее совсем недавно олимпийский чемпион чемпион мира рекордсмена луся у джунь выступал на чемпионате азии показал хороший результат с которым он но ну скорее всего гарантированно сегодня выиграл потому что он силен и в рывке и в толчке но тем не менее его нет и претенденты на медали на ваших экранах 11 атлетов сегодня выйдут на помост в группе а группе сильнейших российских участников участников в этой весовой категории нет есть два албанца даниил гадели и второй албанец эркан керемай петр осаенок из белоруссии молодой парень еще не так много него международных стартов кирилл павлов казахстан сегодня может он вполне претендовать на скорее всего медаль какую-то в отдельном упражнении и для нас с вами это хорошо потому что полный зал ожидают нас сегодня как и всегда когда выступают местные спортсмены на соревнованиях многострадальный араха 4 он чуть позже расскажем почему только что промелькнул до самый опытный участник сегодня китае в этой категории несмотря на отсутствие луся у дюня у нас представлен причем представлен спортсменом хорошего уровня победителем кубка азии госу джу нам ну и наверное основной претендент на сегодня у нас спортсмен из северной кореи серебряный призер прошлогоднего чемпионата мира серебряный призер азии да вот он ну и чуть ранее отметим чемпиона европы эркан кирима мы возвращаемся и перед нами ребята которые уже выступали в категории б категории по слабее и лучшие показатели сумме и эту сумму принес именно вот этот толчок на вес 86 килограммов артем пипа молдавия 337 вдвоеборье и пока это тот результат который у нас будут ориентироваться спортсмены группы а была еще попытка на 91 на 191 но неудачно обращаем взоры на заявленные веса уже в группе а начнутся наши соревнования в рывке со 145 будет первым вызван на помост маджид мухаммед из египта единственный юниор выступающий в данной группе сильнейших все остальные чуть старше будут да ну а по стартовым заявкам у нас так уже обрисовались скажем так люди которые будут бороться за золото это кореец ким и китаец джун 160 и 170 соответственно ну что ж друзья снова алматы казахстан чемпионат мира по тяжелой атлетике весовая категория до 77 килограммов чемпионат мира в самом разгаре тяжелоатлетическая неделя осенняя тяжелоатлетическая неделя заставляет нас всех прибывать предельной предельном внимании каждый день мы видим очень хорошую борьбу не всегда это красиво происходит много участников с утра до вечера проходят соревнования на казахстанском помосте спортсмены разделены на группы в зависимости от своих стартовых заявок где-то спортсмены послабее они выступают чуть раньше ну и самые интересные категории у нас вечером как сегодня группа а и тот самый маджит муаммед двадцатилетний египтянин и все те же 145 поспешил я думаю не хватило немного опыта вроде все было сделано хорошо но нужно было немного посидеть в сети зафиксировать ее на над головой окончательно и и это конечно же штамма другие участники старту из большего веса поэтому на 145 снова маджит махамед из египта должен будет подходить велика вероятность что маджит будет все три попытки делать один следующий у нас будет северокореец на 150 вот я думаю что именно на наших экранах веса скажем так небольшие я думаю ближе к 170 килограммам развернется уже основная борьба за медали мировой рекорд в этом весе принадлежит китайцу луся у дзюню и равен 176 килограммам рекорд был установлен на олимпийских играх в лондоне где луся у дзюни стал олимпийским чемпионом попутно установив еще один рекорд сумме 380 килограммов и был просто недосягаем до соперников для соперников маджит махамед египет второй подход на этот раз безошибочно и египтянин идет дальше 2 египтянина выступают в этом весе рамадан абдель баки более взрослый атлет ему 26 лет чем маджиду махамеду которому только-только 20 исполнилось так вот рамадан абдель баки стартуется 148 килограммов давно он не выступал на международных соревнованиях последний старт датирован 2012 годом олимпийские игры в лондоне где он занял пятое место в рывке тогда был показан результат 155 килограммов сразу мы так сравниваем с результатом победителя китайца получается на 21 килограмм меньше рамадан абдель баки показал в лондоне хорошо справился и идет отдыхать готовится к второй попытке ну а мы слышим поддержку трибун что говорит нам о том что казахстане с выходят на помост и павлов кирилл заявленные 150 ранее будет пытаться штурмовать именно этот вес его последний старт был на универсиаде в казани 2013 году четвертое место и в рывке 151 сейчас со 150 начинает хорошо легко самое главное что безошибочно начинает соревнования у себя дома до кирилл павлов как и вся сборная казахстана в хорошей физической форме подходит к этим соревнованиям ну все ошибки которые могут возникать возникают из-за скорее какой-то психологической психологического настроя к сожалению девушка сам легкая категорика страна получил нулевую оценку причем мы видели что достаточно легко поднимала на свои килограммы тридцать и двухлетний араха 4 на наших экранах скромные снижают опытнейший спортсмен но некоторое время назад он выступал в категории тяжелее до 85 и тут вернулся назад хорошо хорошо но маловато для него конечно же преследуют травмы начиная с олимпиады пекина где получил он травму ноги восстановился после этого выступал на чемпионате мира в анталии в 2010 году вылетел у него локоть залечил локоть выступил на олимпиаде неудачно уже в лондоне получается что и сейчас не останавливается и как мы видим успешно 150 покорились ему в первой попытке чай джон вей из северной кореи один из двух северокорейских спортсменов 150 начальный вес очень легко приблизил до победитель кубка азии среди юниоров 2013 года тогда 152 килограмма поднял чай джон вай ну а северная корея тоже неплохо готова к этому чемпионату мира два золота у мужчин тому подтверждение команда северной кореи традиционно собирает урожая в самых легких категориях но доходит и до уже таких средних скажем так весовой категории китайские спортсмены надо сказать вплоть до весовой категории до 77 до 85 килограммов присутствуют именно не просто присутствуют а будут бороться за золото тем временем а маджид мухаммед 150 успешно до после неудачной первой попытки собрался и сработал на два подхода удачно 152 килограмма и выход чату фума чина вонга из таиланда 21-летнего победителя не победителя а бронзового призера азиатских игр 2014 года опытный парень на олимпийских играх в лондоне был четвертым неплохой старт у него лучший результат в рывке 163 килограмма я думаю как раз на азиаде до накатывает он так потихонечку может быть не еще не на пике формы только набирает поэтому и такая аккуратная заявка для первого в этом подходе все видно тот самый запас в десятку он чувствует стопроцентный роман романа дель баки первый подход на 148 успешен сейчас 153 килограмма последние соревнования в которых принимал участие абдуль баки олимпийские игры в лондоне нет 150 и не даются абдуль баки а в лондоне показал он в этом упражнении результат 155 еще раз я напомнил но так близко к своим личным рекордом работает огромнейший прыжок назад все-таки помешал ему сегодня показывают нам 2 атлета из северной кореи более скажем так перспективного в плане борьбы за медали 130 полуподсед на разминке так а у нас пока промежуточная таблица вверху спортсмен из венесуэлы который выступал даже не группе b в группе c 154 килограмма готовит абдуль баки третьему выходу на помост никого нету и две минуты используются по назначению в далеком 2008 году абдуль баки становился победителем первенства мира среди юниоров в колумбии тогда было да опыт все-таки вещь полезная не 151 уходят зачет 153 прошу прощения да и пока он на втором месте россия в этой весовой категории как мы уже говорили не представлена у нас пока у мужчин закончил выступление один участник весовой категории до 69 килограммов олег чен стал сожалению лишь четвертым сумме ну и в рывке получил малую медаль в отдельного упражнения конечно не не на это наверное рассчитывали болельщики олега сам олег на это не бишь сам олег да ну так получилось белоруссия петр осаенок да неплохо начинает 154 килограмма петр осаенок серебряный призер чемпионата мира чемпионат европы среди юниоров ему 21 год его первый чемпионат мира ну продолжая тему олега чена по поводу рывка алексей вы не встречали официального комментария что там произошло вот этот шаг в один килограмм между второй и третьей попытка чем он был обусловлен на лавка официальных комментариев нет есть только неофициальная информация да да ну есть вероятность конечно ошибки что просто какой-то суете упустили перезаявку напомню что после попытки дается лишь 30 секунд чтобы определиться с следующим весом для этого нужно написать на бумажке подписать и отдать секретарям которые сидят в зале олег павлов 155 кирилл до кирилл павлов неплохо неплохо и личный рекорд уже устанавливает еще одна попытка в запасе все-таки можем увидеть у местных спортсменов такая хорошая замотивированность они все выходят борется цепляются за штангу что мужчин что у женщин так что такое я увидел что не собрана штанга до веса который необходим ну кровь на штанге обдирают бывают спортсмены голень во время выполнения первой фазы движения на на старте когда стартую до мы можем даже посмотреть у арх 4 на у него пластырем заклеена специально чтобы предохранить голени нужно сказать что арх 4 опытнейший самый возрастной парень как мы уже отмечали ранее именно в этом упражнении но в категории выше лучший показатель 175 килограммов как раз таки на том злополучном для него чемпионате мира в анталии в 2010 году получил в толчке только свою травму локтя да но оттуда он уехал золотой медалью в рывке свалился на на носки мне кажется да пока не получилось еще одна попытка у арх 4 она остается и и и и и и Чой Джон Вай, Северная Корея, второй подход, 155 килограммов. В случае успеха личный рекорд, 152 до этого. Ай-яй-яй, перекрутил он правой рукой перед стартом. Он куда-то в сторону прыгнул, сейчас мы заметный повтор увидим влево, сантиметров на 15, обычно вперед или назад, а вот у него такая, ну с этого ракурса не будет видно. Не знаю, левой ногой топнул влево, далеко. И сразу Арахачатриан, третья попытка, 155. Покорялись ему и большие килограммы, ну надо учитывать, что во-первых травма, во-вторых уже после травмы в таком возрасте тяжеловато возвращаться. Арахачатриан трехкратный серебряный призер чемпионатов Европы и бронзовый призер чемпионата мира в Санто-Доминго 2006 года уже. Да, ну а на этих соревнованиях, скорее всего, выступает он за команду, именно для того, чтобы принести очки сборной Армении, для того, чтобы отобраться полным составом на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Да, пока 150 килограммов, в итоге и лишь 13 место, 13 место. Че, Джон Вай? Че, Джон Вай специфический, подготавливается к началу движения, переживает немного, возможно. Да, да. И прыжочек в сторону, у него так явно заметен. Молодец. В седе зафиксировал, не стал, торопиться вставать, руки на месте, дожимов ничего нет, все хорошо. И пока он на второе место встает в итоговой таблице, проигрывает Кириллу Павлову по собственному весу. А Павлов 156 пока что заявил, но это маловероятно, он перезаявит. Будет смотреть, что покажут соперники. Чемпион Европы, Иркан Киримай, Албания, первая попытка 156. Всегда эмоционален, Иркан. Традиционно силен на европейском все-таки помосте, но очень часто подбирается к подиуму в отдельных упражнениях на чемпионатах мира. Да, ну вот следует отметить, что и у Иркана Киримая, и у Даниила Гаделли, по крайней мере, в 2010, 2011, 2012 года очень много брака. То есть очень мало удачных попыток и много неудачных. Это мешало им попадать на пьедестал, в том числе и европейский. Но вот последние старты, они выглядят более-менее постабильнее. Да, плюс один, плюс один килограмм, а к результату Киримая. Да, и 157 на штанге. В случае успеха первое место. Пока промежуточное. Ух, чудеса. Да, ну, даже небольшой запас проглядывается у Кирилла Павлова. Личный рекорд, 157 килограммов, никогда он столько еще не поднимал. Я думаю, не последнюю роль там сыграли болельщики, которые пришли смотреть на его выступления. Друзья, родственники, земляки. Читуфум Чинавонг из Таиланда. 6 килограммов добавляет он после первого подхода и ведет 158. Помним, что первая попытка очень легкая была. А вот здесь уже ничего похожего. Возможно, очень долго отдыхал между подходами, остыл. Ну и в голове, наверное, осталась память той легкости. Ошибочная такая теперь уже. Да, не доработал, не доработал как надо. Иркан Киримай. 2 килограмма добавляет. Ну, это такой тактический ход. Он сейчас будет обходить Кирилла Павлова. Кирилла Павлова. Молодец. Под копирочку. Два подхода. Есть еще один, третий. 158. И он повторяет, ну, пожалуй, лучшие свои килограммы в рывке на чемпионате Европы 2012 года в Анталии. Ну, достаточно давно они были показаны. Помню я Киримая, еще побольше волос было у него на голове. Всегда он укладывал прическу такую модную, делал. И по сторонам глядел, как его великий соотечественник, албанец, в общем-то, Дима Спирес. Да. Читуфум Чиновон. Третья попытка. Ах, нет. Посмотрите, просто, очень легко. 152 и две ошибки сразу на 158. И сразу из, скажем так, претендентов на медали он откатывается на седьмое место. Еще несколько атлетов не начинали. Петр Осайенок, второй выход. 159 килограммов. Третья, последний куражник. Тренеры предлагают куражнуться. Личный рекорд устанавливает Петр Осайенок. Уроженец города Гомель, Республики Беларусь, личный тренер Гончаров. Иркан Керемая 160. Ну, вот так вот, аккуратненько, аккуратненько, по несколько килограммов добавляет, ориентируясь на соперников. В случае успеха на первое место выходит. Вот, с личным рекордом. Ай-яй-яй, недо включилась правая рука. Ну, в общем-то, неплохо. Неплохо для чемпиона Европы. Прибавил он в этом упражнении сразу 3 килограмма. Да, в толчке он показывал в 2014 году 194 килограмма. Если так же прибавит, может приблизиться к троечке вполне. Гоу Шунь Джун на наших экранах. Тот самый, который все еще хочет подойти к 170 к первой попытке. Петр Осайенок в рывке пока на первом месте. Иркан Керемай на втором. Кирилл Павлов на третьем. И три спортсмена не начинали. В их числе албанец Даниэл Гадели. Гадели только что перезаявил в большую сторону. На 163. Ну, что-то он такое творит. Прямо невообразимое. Пока я вижу 157 килограммов. И его лучший результат был сразу. Ким Кваньцон. Второй участник соревнований наших сегодня. Из Северной Кореи. Более сильным, назовем его, наверное. Пока что. И вот так вот с ошибки начинает соревнование. Ну, он не просто более сильный, чем второй кореец. А на данный момент он, наверное, один из самых титулованных из всех. Он серебряный призер чемпионата мира и серебряный призер азиатских игр. То есть, в самых крупных международных стартах, которые были за последние годы, и того человека, который был выше его на пьедестале, сегодня нет. То есть, получается, бери золото без проблем, однако же нет. Китайцы выставили еще одного в баду. Да, китайцы нашли еще одного спортсмена, который, в общем-то, на чемпионатах мира у нас замечен не был. И вот сразу дебютирует. Да, пока что он решил начать больше всех. Для начала. Данил Гаделли. Первый выход. 163. Вот это, пожалуй, неожиданно. В Израиле Данил Гаделли 157 в рывке показал. Ух. Да, неожиданно. И причем с таким самой легкостью. Сюрприз албанцы такой. Приготовили. Толкает. Ну, тоже неплохо. 192 килограмма показывал. В Израиле. И вот в том же Израиле в рывке 157, ты уже говорил, Алексей. Почему так вот смело-то стартуют, ребята? Хорошо? Хорошо готовы? Ким Кван Цон. Вторая попытка. И справляется серебряный призер чемпионата мира прошлого года. 168 на азиатских играх буквально несколько месяцев назад показывал Ким. Из выводящих узнал, таки, самого маленького Ом Юн Чоль выступал. Он тут у нас недавно олимпийский чемпион. Уже чемпион мира, рекордсмен мира. Двухкратный чемпион мира. Да, рекордсмен мира. Ом Юн Чол. Так, у нас китайцы 166 заказывают. Петр Саенок. Еще одна попытка и сразу 164. Но решил попробовать влезть в тройку. В случае успеха это будет вполне реально. Не доработал, откровенно. Не было той нужной скорости на старте. Не было приложено сил. Но в любом случае результат уже хороший. Ну что ж, китаец немного уменьшил свою начальную заявку. И 166 килограммов. У всех, во всех категориях, где выступали китайцы, видели мы подобную тактику. Изначально был заявлен большой вес. А дальше уже по мере обстоятельств он либо снижался до необходимого, либо наоборот становился еще больше. Ну неизменно то, что всегда больше всех. Как правило. Ух, как легко. Гошин Джунь справляется с весом 166. Даниил Гадель 167 на 1 килограмм больше идет. Хотя он легче китайца. Но, скажем так, у него это вторая попытка. Поэтому не мог он заявить 166. Пришлось бы ему раньше выходить. Китаец мог бы в большую сторону перезаявить. То есть такая тактическая борьба игра. Да куда уж тут перезаявлять 10 килограмм до мирового рекордного стопа. У северного корейца Кима еще одна попытка. И 167 он заявил. Он тяжелее Даниила Гаделли. Если Даниил Гаделли поднимет, я думаю, кореец пойдет на больший вес. А Гаделли поднимает. А Гаделли поднимает. Вообще неожиданные килограммы. Что-то новое открыл он в подготовке для себя. И, кстати говоря, такой сразу европейский лидер в этой весовой категории у нас прорисовывается. По крайней мере в России пока что-то незаметно, кто мог бы в этом весе из тех, кто выступает на чемпионатах России, бороться на чемпионате мира. На чемпионате Европы в прошлом году у нас выступал Разми Кунанян, который, в общем-то, смотрелся не очень плохо и даже взял бронзу чемпионата Европы. Ну, а на чемпионате России в Грозном на первом месте в этой весовой категории у нас был Мухаммад Хибалов из Чечни. 157 килограммов в рывке и 190 в толчке. Для чемпионата мира маловато, хотя Мухаммад Хибалов еще достаточно молод, ему 21 год, еще может прибавить. А у нас спортсмен Северной Кореи. Аккуратно! Да, чуть так. Не задавила его штанга, не хватило помоста. бедняга там мы по локтям надавала ему пока он бежал вперед держится за локоть да всегда такая борьба со штангой может немножко травмировать да и самый титулованный из выступающих сегодня пока что на третьей позиции 163 а даниила гадели уже можно поздравить с медалью он как минимум в серебряная но у нас двое ребят осталось гадели и китаец который сейчас будет пытаться оторваться горшин джун гадели свою задачу выполнил я думаю теперь он пойдет он уже перевыполнил 171 вес штанги за раз поднимались ребята сегодня без уже очень даже серьезный на 5 килограммов меньше мирового рекорда горшин джун из китая есть 171 килограмм но если там уже китайцу 171 уже в прошлом году покорялись то что делая дали пока всем нам непонятно но очень приятно европе 157 сейчас уже 167 и попытка на 171 попытка выйти на первую строчку вот эта борьба где ты был родной да действительно что-то поменял свои подготовки до 171 килограмм фантастика и он легче китайца и становится лидером наших соревнований еще одна попытка у китайца осталась да скорее всего на 172 пойдет да на килограмм обойти ай да даниил гадели практически подмирал рекорд да неожиданно ай да да 172 и попытка стать чемпиона мира в рывке ай-яй-яй да вот эта борьба поздравляем даниила годы хорошего это просто сенсация сегодняшнего дня албания чемпион мира в рывке и обыгрывает никого-либо а китай тот самый непобедимый пусть и немного другой да немножко в другом составе но все равно китай китай есть китай немножко не хватило го шунджуну пытался поймать баланс но слишком слишком потянуло его назад не хватило реакция тренера говорит за себя до что так но немного нужно подуспокоиться сейчас с албанцем и сконцентрироваться на да у даниила золота еще хороший отрыв ну по крайней мере третьего места целых 8 килограммов плюс он легче то есть девять и от четвертого места еще больше ну что ж дорогие друзья у нас перерыв 15 минут и продолжим дальше возвращаемся в алматы пока спортсмены готовится к толчку у нас традиционно в перерыве небольшое включение братья зелинские томаш и адриан которых мы увидим еще на этом чемпионате мира сегодня рассказывают о том как в общем-то определяется судьба медали и как определяется на какой вес пойти и адриан зелинский рассказывает о том что после рывка вы уже можете понимать да на какое место вы рассчитываете по сумме или по или стоит уже за сумму не бороться а бороться в отдельном упражнении но основное о чем говорит адриан зелинский это то что если вы хотите быть чемпионом то вы должны быть хорошо готовы и в рывке и в толчке но бывает иногда что спортсмен населенных в каком-то одном упражнении или в рывке или в толчке и тогда он выстраивает именно тактику по отдельным упражнениям то есть борется только в рывке независимо от суммы уже об этом он не думает и все скоммуне то есть я киний рывал и двигались это не смотришь 4 не сабы и так то выгонно а если ходить о том что бы нам пришли там 10 минут червы стараемся попросту как на базе томаша рассказывает что после рывка обычно дается 10 минут перерыва и за время за это время стараются отдохнуть вернуть силы потраченные на рывок чтобы была энергия выполнять второе упражнение кто-то ему и под жутом все выгрыло или или до поки не скончим заводов до поки не скончим под жут то то все что может даже так может ли можно ли претендовать на золото если выступил неудачно в рывке ну и конечно могут томас говорит что конечно можно всегда есть шанс даже если будешь пятом в рывке ты можешь добраться до вершины да ну вот такой вот рассказ вот братьев зелинский продолжают открывать секреты тяжелоатлетической кухни не совсем понятно зачем они это все выпускают возвращаемся в алматы в казахстан где полным ходом идет чемпионат мира по тяжелой атлетике и у нас анонс предстоящих трансляций добавляем 2 часа указанному времени и получаем московское начало трансляций четверг пятница суббота в 16.00 по москве каждый день по одной мужской весовой категории и воскресенье супер тяжи в 14.00 по московскому времени и тут же предлагает вам расписание трансляции для девушек точно так же до субботы будет по москве в час трансляция каждый день и в воскресенье уже чуть ранее и следует отметить что в каждой весовой категории что у мужчин что у женщин оставшихся весовых категориях будут выступать российские спортсмены и не просто выступать а выигрывать чего очень хотелось бы лидер после рывка на экранах Даниэл Гаделли продолжается 15-минутный перерыв между рывком и толчком видим мы идет работа разминаются ребята архачатарян имеет самый самую низкую стартовую заявку на толчок 175 килограммов да ну в рывке не самым лучшим образом у архачатаряна все сложилось лишь 150 уже упоминали мы что задача архачатаряна просто принести очки команде армении для отбора на олимпийские игры в рио-де-джанейро да все так и есть 175 не перезаявляет ара лучший толчок у нас на котором мы можем ориентироваться на данный момент от 186 килограммов артем пипа из молдавии и сумма 337 килограммов не очень доволен он собой несколько лет назад он рвал этот вес собственно здесь вынужден выходить для того чтобы толкать но в кирилл из казахстана 181 заявка достаточно немного в рывке он был шестым но толчке получается либо вот-вот должен выйти либо все-таки перезаявят тренеры в большую сторону ждем мы на самом деле с нетерпением завтрашнего дня где сразу 4 наших спортсмена выйдут на помост две девушки чемпионка мира тима туриева и надежда лихачева категории до 63 килограммов и мужчин вечером как мы уже говорили в 16.00 по москве апте аухадов чемпион мира и артем акулов будут представлять россию весе до 85 килограммов и там и там хорошие шансы сохраняются на медали на золото ну и конечно хочется чтобы россия сразу решила проблемы с попаданием на олимпийские игры в полном составе уже на этом чемпионате мира не откладывая на дальнейшие отборочные старты 5 килограммов добавляет арахачатриан на штангу и 180 вторая попытка глубоко в сет уходит при фиксации штанги ну остается только добавить что такое такая техника выполнения толчка называется швунг швунг толчковый с уходом в сет зал оживился потому что кирилл павлов на помосте как и планировал начинает с веса 181 килограмм в случае успеха сумма 338 и сразу на первое место выходит да очень легко ну когда я вижу такие попытки мне всегда непонятно опять таки почему так мало да непонятно у кирилла павлова в рывке лучший результат был 151 килограмма здесь он начал 150 закончил 157 с личным рекордом а вот в толчке наоборот имеет лучший результат 191 килограмм начинает на 10 килограммов меньше и чувствуется чувствуется это запас изтаиланда первый выход на помост 184 килограмма плоховато выступил в рывке был он десятым и 152 такие килограммы именно были в рывке продолжает не очень хорошо выступать с чинован на возможно сказывается недавнее выступление на чемпионате азии там он был скорее всего на пике формы а пик формы то есть скажем так вот идеальное сочетание физических эмоциональных сил максимуме долго удерживать не получится видели мы как многие победители азиатских игр ухудшали свои результаты или повторяли но с огромным трудом но повторяли я даже может быть и не было такого все время как-то похуже но и северной кореи пока два атлета они подняли меньше чем на азиатских играх и видели мы как им все это тяжело дается и девушки точно так же примерно идут а некоторые некоторые и вообще отказываются выступать и даже у себя дома в общем то не получается не хотят не могут не случено что именно по причине лу сяо дзюня китайца рекордсмена и явного лидера этой весовой категории мы сегодня не видим на помосте хотя конечно люся у дзюнь был бы украшением этого чемпионата он является не просто чемпионом мира а таким еще как великим атлетом которые у нас медийные да то есть с ними все любят фотографироваться их узнают в лицо вот люся у дзюнь как раз из таких людей тем временем чиновон что-то фума осложняет себе максимально ситуацию на грани баранки повисает спортсмен на азии где он был третьим буквально полтора месяца назад 190 был сейчас даже и близко нет к той форме которая была двумя месяцами ранее но опять же возвращаясь к вышеупомянутой теме лулу не будет принимать участие в соревнованиях это олимпийская чемпионка главный конкурент нашей татьяны кашириной выиграла она азиату с мировыми рекордами и вот мы все тут потирая руки уже сидим и ждем когда мы же увидим очередное противостояние этих двух мощных девушек но нет накануне чемпионата пришла информация что не будет принимать участие лулу несколько интересных дуэли нам все равно предстоит не у женщин так у мужчин особенно супер тяжелой весовой категории я думаю опять таки как иван выразился потирать руки предвкушение противостояния руслана албегова алексея ловчева и бегдата салеми это будет я думаю борьба кануш из тяжей супертяжей не приедет 2 ранец до 2 ранец судя по информации травмирован по одной информации по другой информации иран все таки сделал выбор такую пользу олимпийского чемпиона да у нас первый первый нулевой результат сегодня чиновон сдался просто знался и даже не было видно попытки побороться просто сбросил ее и в итоге нулевая оценка чай джон вай северная корея 185 в рывке его результат 155 седьмое место толчки 185 начинает 21 год юниор в рывке личный рекорд установил начинает сразу на 5 килограммов больше личного рекорда кеда тоже прыжок в сторону все время влево прям вот тянешь танга недоволен чем-то прихрамовая кстати говоря уходит да возможно бережет ногу и по этой причине переносит вес ну да у именно левой ногой он постоянно в сторону куда-то здесь на этом повторе не совсем может быть было видно но в рывке очевидно египтяне вступают в борьбу маджид мохаммед 20 лет 185 на штанге чемпион мира по юниорам который был в казани 191 таков был показатель в этом упражнении там именно в этом упражнении именно в этом уровне рада а по сумме он вторым так нет не дождался он командой не было фиксации до смотрим замедленный повтор здесь судьи все четко увидели нужно неподвижно застыть хотя бы на мгновение секунда да и после этого уже дается команда ну а у маджида мохаммеда видим из движения 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 не было не было остановки и опять-таки ноги были согнуты в конечной точке да он уже сгибал колени до попытка потеряна нужно будет снова выходить так зал у нас зашумел значит что кирилл павлов должен выйти на 185 нет кирилл павлов заявляет на килограмм больше и пропускает маджида мохаммеда а он особо не отдыхая сразу выходит секундомер это первая минута кончается скорее всего есть фиксация теперь даже мне кажется чуть раньше положенного нажали судьи на кнопки которые дают сигнал что вес засчитан или не засчитан ну со стороны маджида мохаммеда конечно все почетче было сделано архачатриан 185 прошлая попытка очень и очень тяжело далась глубоко в сет пришлось уйти даже не стал пытаться удерживать ее над головой закончил архачатриан закончил с очень скромным результатом сумме 330 килограммов и пока 11 место то есть если у нас остальные спортсмены выйдут без каких-то срывов то архачатриан опустится еще ниже 20 самый возрастной участник группа сильнейших 32 года разминочный зал включения рамадан абдель баки второй египтянин начинает с веса 188 килограммов его партнер по команде маджид мохаммед 191 заявил ему еще предстоит только выходить правда уже в третьем подходе а рамадан абдель баки это для него это первая попытка ну что ж неплохо хорошо он поднял именно во втором движении толчки от груди и 341 пока первое место петр осаенок 189 килограммов должен появиться петр осаенок с белоруссии в рывке четвертое место в случае успеха 348 сумма и на 7 килограммов он обойдет египтянина впечатляет египтянина встал 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 в не торопитесь ногами ногами держи хорошо так аккуратненько да вчерашний юниор справляется толчки с первым подходом кстати неплохая прибавка петра соенок на чемпионате европы среди юниоров в прошлом году 2013 всего лишь 175 показал в толчке видно что год был проведен плодотворно да ну проскакивала информация что петр соенок является обладателем рекорда белоруссия именно в толчке именно в этой весовой категории а именно результат сто девяносто семь килограммов то есть так на внутреннем старте он поднимал достаточно много как и живой живой на вай на грани фола просто да но это предел для него это предел на него хоть есть еще одна попытка ну мало верится что будет она результативная пока он проигрывает белорусу 4 килограмма в сумме второй кореец начинает со 190 тот самый который у нас является на этом чемпионате мира обладатель бронзовой медали и сохраняя шансы побороться за золото хотя для этого нужно поднимать много да а вот и он а вот и он кинг ван цон 22 года в рывке был далек от своего рекорда но в толчке поднимал когда-то 196 сейчас 190 сбрасывая сбрасываю ее нет не хочет держать 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 не хочет терять попытку вот это борьба 196 кстати было в прошлом году на мире когда он был вторым да ну а недавно недавно недавний чемпионате азии 195 понимал да потащила вперед его в сиде он решил посидеть поймать ее и так аккуратненько встал и толкнул вот эти попытки они конечно очень 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 мотивируют многих показывают как надо бороться со штангой именно борьба что она из себя представляет кирилл павлов 190 вау да ну кинокуража люди с груди-то толкаешь штангу значительно лучше чем кореец без проблем пока кстати 3 результат 347 а лидер у нас кинку антон да вот этот тяжелый подход принес ему сумму 353 и пока первое место вторым идет петра сайонок и третьим кирилл павлов может мухаммед вторая попытка третья попытка 190 ай-яй-яй вот практически та же самая ситуация вперед в сети потащила только северокореец поймал балла поймал до нас от ее вернув ну и посильнее все-таки посильнее спортсмены северной кореи маджид махамед имеет меньше запас то есть это его практически личный рекорд сейчас на штанге чемпион европы эркант кирима и выступивший очень неплохо в рывке для себя стартует 191 первая попытка израиль тяжеловато ай-яй-яй-яй-яй-яй нет нет не засчитали но помним мы что у река на кирима и проблемы именно с включением в активы суставах достаточно спорная волю попыточка в израиле потом смотрели мы повтор так локоть был на грани дожима но судьи засчитали и он тогда стал благодаря этому чемпионам европы сейчас вот повторение этого идет когда на памяти именно с грудью хорошо толкал всегда почему-то мне так запомнилось может быть вес достаточно большой сегодня именно стартовые все таки на европе сто девяносто четыре килограмма возможно кирима я была здесь начальный вес 191 двое ребят у нас по-прежнему ни разу не появлялись один из них китаец гошу джун и лидер в соревновании даниэль гадели китаец 200 заявляет для старта ну если он будет следовать такой же тактике как он следовал в рывке то в скором времени увидим перезаявку на меньшую сторону а даниэль гадели наоборот планировал начать 192 и теперь 195 заявил также 195 петр осаенок из белоруссии кирилл павлов пока 192 рамадан абдель баки тоже 195 ну и иркан кирима и 92 один килограмм прибавил в надежде отдохнуть но соперники не дали все перезаявили и в итоге все таки кирима и приходится выходить очень очень для него тяжело идет ну это цена рекордом рывке как раз таки то о чем в перерыве во включении у нас братья зелинские рассказывали всего 10 минут дается на отдых между рывком чтобы восстановить силы кирима и не установил есть еще одна попытка ну здесь уже либо поднимаешь либо нулевая оценка по-моему тренер побежал перезаявлять ну вот если брать статистику статистику кирима и то ну все закономерно все таки много брака много нулевых оценок за то есть все эти действия которые сейчас с ним происходят ему очень хорошо знакомы и он довольно комфортно себя ощущает ну не исключено что это все таки не его заявки а тренеры решают на какой вес идти и задача спортсмена просто выходить и поднимать ему ничего не остается делать как идти рад бы меньше да не дают так у нас один из лидеров Кинг Ван Сон это тот самый кого вы уже имели неосторожность списать да ну очень тяжело очень тяжело а я поставлю на то что все таки сможет ай-яй-яй ну нет ну на грудь то как неплохо да на грудь хорошо но вверх уже не получилось один из двух корейцев выбывает и четвертое место 344 килограмма Кирилл Павлов постепенно постепенно увеличивает заявку 193 да и выходит выходит на помост отличный рекорд нет нет 193 Эркан Киримай по одному килограмму добавил 91, 92 и 193 нет всего лишь стяга Да, погорячился со стартовой заявкой для второго упражнения. Заигрался, да, с перезаявками этими, конечно. Но, тем не менее, с рекордом в рывке с этого чемпионата мира он уезжает. У нас вторая баранка сегодня. Вслед за Чинаоном Чатуфуном из Таиланда забаранил. Чемпион Европы этого года. Даниил Гадели выходит 195 килограммов. Лидер наших сегодняшних соревнований. Китаец пока не меняет. Не меняет 200 килограммов, как было, так и остается его заявка до первого подхода. Даниил Гадели сразу с личного рекорда начинает на чемпионате Европы. В прошлом году 192 поднимал. Очень интересно мне посмотреть, что же в толчке нас ждет. Небольшие проблемки с фиксацией над головой, но... Что скажут судьи, все хорошо. Да, ну, я думаю, этим подходом он мог даже решить задачу попадания в тройку в сумме. Да, 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 да. Ну, тоже вот проблемы со вставанием такие небольшие. Конечно, полегче, чем Эркан Керемай. Ну, недостаточно легко, как это было в рывке, да и локти тоже не самым лучшим образом не отключаются. На грудь мне понравилось, с груди есть вопросы. Могут дальше, чуть дальше появиться вопросы от судей. Китаец не выдержал, не выдержал и 196 заявил. Наверное, посмотрели тренеры, что, в общем-то, не настолько силен Даниил Гадели во втором движении. Есть проблемы, решили не рисковать и вступить в борьбу. Петр Осайенок, 195 килограммов. Да, не попал в отдачу, немножко засиделся и все. Уже, соответственно, силы потеряны и не остается на выполнении второй части движения. И пока 348, третье место. А все могло быть получше, мог бы подняться выше. Вторая попытка Ким Куан Цон, 195. Да, с груди вообще работает отлично. Выразительное отличие от первого подхода в этот раз и легкое вставание, все четко. Но пока второй, 358 килограммов. А на первом месте у нас Даниил Гадели. Гадели оторвался в рывке очень далеко от северокорейца. 8 килограммов разница в сумме. И Гадели еще полегче. Получается, корейцу нужно уже 203 толкать. Чтобы обыгрывать Гадели. Чтобы обыгрывать Гадели. Если Гадели сейчас не будет так разбрасываться, а какой-то скромный шаг сделает, то корейцу, получается, нужно будет идти на мировой рекорд. А мировой рекорд у нас сколько? 210. Вам бы не знать. 195, Казахстан. Сегодня день неожиданности. Такие открытия молодых спортсменов. Или немолодых, но не блиставших до этого какими-то результатами. Поздравляем, Казахстан. Кирилл Павлов. 195 килограммов. Все три удачных попытки в рывке, в толчке. Да, пока третья сумма. Но в толчке он на втором месте идет. В случае успешной попытки китайца он переместится на третье место. И дальше уже от соперников будет зависеть, удастся ему попасть на подиум или нет. Важная попытка для Осайенка, обладателя рекорда Беларуси. Именно в этом движении сейчас вес чуть поменьше. И значимость этого подхода просто очень велика. Осайенок был четвертым после рывка. 159. И пошел, пошел, пошел. Не торопись. Пострел ногами. Ногами. Ну, в этот раз лучше на грудь, а с груди немножко не хватило. Ну, надо отметить, что вчерашний Нью-Йорк все-таки хорошо прибавил. И если брать там тот же чемпионат Европы, с таким результатом вполне можно попадать в тройку. Китай на помосте. Гошунь-Джун. И сразу же обозначил он свой интерес. Золото-сумма. В первой же попытке. В случае успеха на один килограмм обойдет он. Даниэла Гаделли. Гаделли минуточек семь назад выходил. Восемь, да? Вот так вот. Неожиданно, неожиданно смотрит Гошунь-Джун на штангу и, наверное, не понимает, что произошло. В полном недоумении он ушел с помостой, это точно. Так, у нас египтянин, где-то мы его потеряли. Это у нас Рамадан Абдельбаки. Так, он 188 и сразу 196. Египтяне любят такую тактику. Уже за медали, скорее всего, побороться он не сможет. Хотя все бывает именно в двоеборье по сумме двух упражнений. А вот в отдельном упражнении, в случае успеха, он сразу выйдет на первое место. И будут хорошие шансы остаться, по крайней мере, в тройке. Может быть и на первом месте. Все бывает. Но надо поднимать для этого 196 килограмм. Ну, это ва-банк пошел. Да, Абдельбаки. Еще попытка. 192. Это последний результат в толчке, который показывал на международном помосте. Было это в Лондоне два года назад. Расклад. Пока в отдельных упражнениях расклад такой. Гаделли первое место. Кирилл Павлов на втором месте. И Ким из Северной Кореи на третьем. Китаец Го Шунь Джун пока ноль. И выход ко второй попытке на тот же вес, те же 196 килограммов. Го Шунь Джун. Лучший результат в этом упражнении 204 килограмма в прошлом году. Локоть. Локоть левый. Под вопросом. Но засчитаю. Судя. да что было что было в первой попытке волнение я думаю волнение китайцы все-таки подвержены волнением подвержены они в том случае когда ощущают то близость соперника давление да да когда большой отрыв в рывке когда так ну уже достаточно предсказуемо что ты выиграешь они конечно спокойные но вот в борьбе в борьбе видели мы неоднократно как нервы сдают китайцев египтянин третий выход безнадежен конечно такие попытки ва-банк они могут правами привести сейчас слава богу все нормально так и развязка два подхода у даниила гадели и по одной попытке у китайца и спортсмена из северной кореи они пока по 200 заявили даниил гадели 198 килограммов ну здесь вот главное албанцам тактически правильно все просчитать не очень легко гадели в первом подходе поднял и да да три килограмма добавляют они я думаю это попытка обойти корейца то есть не обойти создать такой отрыв не корейца китайца алексей который первым у нас стал сейчас китайца да ну а на будущее конечно ай-яй-яй-яй-яй все четко нет 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 не было дожима у китайца так это более даже явно можно было придраться здесь все чисто включение недостаточно хорошая но без дожима без дожима есть 198 и таким образом китайцу сколько корейцу плюс 8 килограммов до нужно поднимать получается 206 эти я думаю на сегодня он не готов таким килограммом ну а китайцу плюс 1 то есть 199 килограммов ну это более реально хотя у китайца опять-таки одна попытка осталась и последнее слово за данилом гадели может остаться на повторе было видно показывая реакцию албанских тренеров подглядывали и китайские правильно они конечно же должны видеть и своих и чужих спортсменов именно тренеры определяют всю тактику весь рисунок тактические соревнования смотря у нас кирилл павлов на третьем месте казахстан пока с медалью и спортсмены северной кореи получается что будет пытаться обойти пока что за видеть его сразу же он уже третий по сумме он никуда не денется он может подняться на второе место но для этого ему нужно ну значительно за 200 то есть ближе к мировому рекорду идти что я думаю при сегодняшнем состоянии нереально он идет на 200 и в общем-то довольствуется своей третьей позиции в сумме и продолжает борьбу за золото в толчке ну да немножко непонятно его на что она наверно рассчитывал на неудачную попытку гадели поэтому и заявил что что для победы над кирилл павловым достаточно было 196 так нет он он уже третий ты продал чок извини затащил закинул 200 и до груди он хоро выделяю без вопросов с груди хорош ну и удовольствие местных болельщиков отодвигает он кирилла павлова на четвертое место а сам берет пока он получается на первом месте в толчке и гарантированно 3 уже не верхний вниз с третьего места в сумме он никуда не денется под отстал в рывке кореец 168 был близок если бы покорились они ему то тогда конечно же он мог мог на равных бодался туда да мог достать и китайцы ну что ж в отсутствие явного лидера спортсмену номер два в мировом рейтинге сегодня вершина не покорилась гошу джун заключительная попытка до развязка развязка сейчас он на втором месте если поднимает 201 то выходит на первое место в толчке на первое место в сумме и уже будет в качестве зрителя наблюдать за подходом даниэла гадели даниэл гадель не очень убедительно смотрится в толчке поэтому эта попытка может оказаться чемпионской как тяжело нет сенсация сегодняшнего дня даниэл гадели из албании чемпион мира чемпион мира не было у албани никогда золото чемпионата мира были если я не ошибаюсь бронзовые медали в женской в женской команде у албанцев ну а золото мужчин на чемпионате мира не было никогда и сегодня уже это случилось даниэл гадели именно тот человек кто принес албании золото до 22 года чемпион мира гадели 211 заказывая для своей третьей попытки уже будучи чемпионом мира выходят на помост чтобы насладиться этим мгновением немного может быть стоило взять золото еще и в толчке потому что пока но спортсмены северной кореи ну на грудь ты неплохо берет может и зацепить напомним что 210 это мировой рекорд олега перепеченного установленный в далеком 2001 году до тренчин словакия чемпионат европы и каждый раз наблюдая соревнования мужчин этой весовой категории мы с трепетом ждем случится это или нет надеемся что рекорд олега продержится еще долго и долго и какой-нибудь представитель россии сможет его улучшить и так чемпион мира этого года даниэль гадели и попытка установить новый мировой рекорд толчки нет ну да многие брали 211 килограммов на грудь в интернете есть целая подборка вот этих попыток выносить рекорд да вот сейчас еще один ролик я думаю можно добавить в эту коллекцию попыток побить рекорд олега перепеченного до 211 лихо зацепил ну да в груди похуже у даниэла гадели все идет так нам показывают чемпиона во втором движении в толчке корее с ким квань цон на толкнул 200 и стал обладателем золото вот 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 они медали ждут своих хозяев фух ну что ж сегодня такой день сенсации день сенсацией хотя ну во всех таких раскладах перед этой весовой категории албанцы ну скажем так рассматривались как претенденты на медали но в отдельных может до движениях да но никто не думал что сложится именно так как сложилось да та же тройка у нас в толчке что и в рывке только другой последовательности кореец с третьего места на первое перемещается китайца второго на третье ркан кирима и второй албани с к сожалению в толчке нулевая оценка ну и сумма двоеборья даниил гадели 369 килограммов далековато до мирового рекорда луся у дзюня китаец второй и на третьем месте спортсмены северной кореи у нас командный зачет россию мы пока не видим в восьмерке интересно покажут нам дальше до на 11 месте с одной серебряной медалью олега чена в рывке очень надеемся на медали у российской команды завтра женщины до 63 килограммов тима туриева надежда лихачева будем болеть за них завтра в час дня по москве прямом эфире на телеканале евроспорт не пропустите ну и завтра же немного забегая вперед будут и мужчины 85 в 4 по москве всем пока алексей безворотов иван захаревич до завтра до новых встреч на помосте друзья алексей безворотов алексей безворотов